Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но совсем недавно мы с вами разбирали этот случай, собственно говоря, домработница Люся от Филиппа Киркорова, которая пришла, работала у Филиппа Киркорова, она пришла в программу «Звезды сошлись» на НТВ, рассказывала о том, что 80 лет ей, и, собственно говоря, Киркоров уволил ее. Программа вызвала широкий общественный резонанс, да и мы с вами разбирали, собственно говоря. Не сказать, что это какая-то остро-социальная тема, тем не менее, но мы с вами сошлись во мнении, что все-таки действительно человек проработал, не зная необходимость ни в чем, я имею в виду, что у людей, зарабатывающих огромные деньги, проработал довольно длительное время, больше 30 лет. Сначала она работала у Пугачева, я напомню, и после развода перешла к Киркорову. И что, собственно говоря, конечно, она воспринимала его как сына, как ребенка, он воспринимал ее как домработницу, как нанятого работника, и, собственно говоря, 80 лет отправил ее на покой. Значит, и дал сумму денег, как он сказал, что 10 лет можно жить безбедно. Ну, мы с вами сошлись во мнении, что это действительно уже пора на отдых, 80 лет, и в сравнении с людьми, которые работали по 30 лет, она работала в супер отличных условиях, и, собственно говоря, никто не мешает ей сейчас написать книгу, например, воспоминания, и на этом заработать огромнейшие деньги, да. Тем не менее, друзья, эта история получает продолжение. Вдумайтесь, дело все в том, что в беседе с пятым каналом, в беседе с пятым каналом, Людмила Дородного, а это и есть домработница Люся, заявила, что она позвонила Киркорову для того, чтобы поздравить его детей, Аллу Викторию и Мартина, с днем рождения, но Киркоров трубку не взял. Значит, статья называется «Дети никогда ни в чем не виноваты». Значит, и все дело в том, что вот в беседе с пятым каналом домработница Люся заявила о том, что пыталась дозвониться Далла Виктории Мартина, чтобы поздравить их с днем рождения, но трубку Киркоров не взял. Она говорит, детишки никогда же ведь ни в чем не виноваты, так что просто не знаю, начала рассуждать она. Дородного не исключило, что Киркоров просто уже устал от нее, поэтому поспешил поскорее избавиться. «Видно, уже настало время», — опять рассуждает она, — «нужно было расстаться». «Просто мы, значит, устали, наверное, друг от друга», — говорит она. Дородного также объяснила, что от Филиппа у нее действительно осталось немало дорогостоящих подарков, однако что они собой представляют, рассказывать она не стала. Она сказала, что врать я не умею, а правду говорить не буду. Значит, друзья, что я хочу сказать. Ну, на самом деле ведь человек работал в непыльных условиях, согласитесь, и в 80 лет выйти на пенсию, что называется, да, я с одной стороны в одном из видео говорил о том, что если она воспринимала его как ребенка, ну, может быть, можно было ее оставить, собственно говоря, какой-то угол там ей выделить. Но с другой стороны, вы знаете, ну, все-таки это наемный работник, да, и потом уже анализируя, я понял, что, ну, да, можно было бы. А какой смысл? Смысл какой? Человеку 80 лет, да, она наемный работник. Сколько бы она 30 лет не была с ним, ну, наверное, человек все-таки взрослеет, стареет и свои обязанности выполняет уже не так резво, возможно, правильно? Да и вообще человек имеет право, собственно говоря, выплатил выходное пособие, на 10 лет можно жить безбедно. Но до родного Вити она не успокаивается в этом смысле, она звонит Киркорову, тот не берет трубку. Ну, когда человек не берет трубку, о чем это говорит? Это говорит о некоем раздражении. Тем более, до этого заявляли, что Киркоров что сделал? Он ей запретил вообще давать интервью, да, лучше заткнись даже выходила такая, или лучше замолчи выходила такая статья. Собственно говоря, Киркоров, он запретил давать интервью этой домработнице. Почему? Потому что она пришла в «Звезды сошлись» и начала рассказывать такие вещи, которые, собственно говоря, ну, наверное, хотелось бы работодателю, чтобы остались в тайне. И его понять можно. Я с Киркоровым во многом не согласен, но здесь, по всей видимости, я думаю, что многие с ним согласятся, потому что, ну, мало кто хотел бы, чтобы, например, домработница, работает она у вас 10 лет, 20 лет, 30 лет, я не знаю, там, 100 лет, чтобы после этого она прошла по программам и, собственно говоря, рассказывала, учитывая, что вы человек известный, медийный, рассказывала какие-то тонкости работы у вас, правда? Поэтому мне кажется, что в этом смысле Киркоров прав. Ну, а почему он не взял трубку, когда, я понимаю так, что, очевидно, и дети являются ей, ну, как она считает, наверное, практически родными? Ну, наверное, потому что раздражение зашкаливает, и он же ей сказал, если пойдешь по передачам ходить, собственно говоря, то есть ее начали приглашать, и она могла, собственно, такой шум поднять, но он ей сказал, лучше молчи. Да, я думаю, что все упирается в деньги, потому что какие-то подарки, какие-то деньги на 10 лет, тем более, если жить безбедно. Не знаю, ну, с другой стороны, поздравить детей, да, вот она говорит, что дети-то никогда ни в чем не виноваты, имея в виду, что если у них есть какие-то трения или терки, то дети-то здесь при чем? Ну, друзья, тут, наверное, нужно, очевидно, тоже понимать, что она звонит своему работодателю, да, она звонит, как она считает, своему ребенку, Киркорову, ну, своему ребенку в кавычках, да, как она к нему относилась, что она проработала у него 30 лет и так далее, но тут нужно тоже понимать, что она звонит Киркорову все-таки, как-никак, да, то есть, и вот так звякнуть Киркорову, поздравить детей, тоже это как-то, ну, он четко очерчивает границы, как бы, по всей видимости, взаимоотношений, да, то есть, кто для него является, там, родным человеком, кто нет. Другое дело, опять-таки, вопрос, почему она, вот, почему так случилось, не знаешь, прям трубку не брать, но можно же было взять, там, ответить, сказать, что вот, там, дети, но человек не желает, не хочет. Собственно говоря, вы знаете, мне кажется, и об этом рассказывать тоже не стоило, потому что это опять-таки его компрометирует, понимаете, то есть, он ей сказал, лучше молчи, она опять рассказывает о том, что она звонила и хотела поздравить детей, он трубку не берет. Это опять-таки, в общем-то говоря, она накаляет такую информационное пространство вокруг него, да, потихоньку. В общем, я так думаю, что женщина не уймется, и думаю, что у какого-нибудь там Малахова или Борисова, я думаю, что стоит ожидать программу, потому что я думаю, что они ее атакуют, просто же жестко атакуют, потому что, ну, Малахов может сто пятьсот серий снять о том, как, так сказать, король российской эстрады, я это говорю прямо не стесняйся, потому что какая эстрада такой король, значит, выгнал на улицу, Малахов все это покажет прям ее какой-нибудь, знаете, шалаш на улице где-нибудь там, в лесу, где она живет, питается просроченным дошираком и так далее, то есть, но он умеет это все показать как надо, так, чтобы народ или плакал, рыдал просто у телевизоров, или смеялся, и он жонглирует этим абсолютно свободно, как ему надо. Значит, ну вот такие новости, друзья, мне интересно ваше мнение, что думаете по этому поводу, мы с вами это обсуждали просто. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, канал о саморазвитии Будда Гришна, Life is Good, добавляйтесь в Инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание единичка. Всем пока, до встречи.